Всем привет! Меня зовут Сергей. Приветствую вас на канале 1Серж23. Данный ролик будет посвящен следующему немаловажному вопросу. Это установка кнопок. Имеется ввиду резьбовых кнопок. Вот показываю вам, вот видите, вот такого плана на катер. Как это сделать? Просто, легко и грамотно. И чтобы это получилось красиво. Для того, чтобы установить вам кнопки, вам потребуются следующие вещи. Во-первых, вам потребуется малярный скотч. Вам потребуется маркер. И потребуется любая линейка. Но вот в моем случае я беру короткий уровень. То есть, потому что у него расстояние как раз 25 см. То есть, то, что нужно для установки кнопок. Ну и плюс ко всему, есть шкала линейки. Которая позволит в случае, допустим, каких-то переходов, поставить кнопки более грамотно. Теперь, кнопки ставятся для тентов. Соответствующим образом, отверстия сверлим не на горизонтальных плоскостях, на вертикальной плоскости. Недалеко от кромки. Потому что, ну, здесь у вас будет идти тент. Сантиметров на 5 вниз, на 3-5 сантиметров вниз. И, соответственно, вам нужно, чтобы все это дело нормально защелкивалось. Но при этом, как бы вам не стоит цели закрыть тентом полностью лодку. Итак, что нужно сделать? Первое, первым образом, первым делом берем малярный скотч. Вот, берем малярный скотч. Ну и вот, например, вот у меня уже кнопки просверлены. Вот. Приклеиваем малярный скотч на уровень, отбиваем уровень, по которому, по центру малярного скотча вы будете ставить кнопки. Потом, значит, находите начало по всему катеру. Ну, например, вот начало стоит у меня. Вот, например, эта крайняя кнопка. Это будет, например, начало, откуда я начну делать отсчет. Ставим такие кнопки с двух сторон катера более-менее равномерно. То есть, ну, как бы, бывают такие, вот в данном случае здесь на переде равномерно не получилось, потому что здесь установлены элементы. То есть, мне еще предстоит здесь сделать, например, носовой тент. Вот, ну, вот эту вот носовую накидную, закрывашку. Вот. И ее не получилось. То есть, основная масса кнопок получилась сделать центрально, но что-то получилось не соосно относительно корпуса. Потому что стоят элементы, которые нужно обыгрывать было по отдельности. И они стоят немножко в разном уровне. Вот. Дальше смотрим. Смотрим, как у вас должна идти кнопка. Кнопка не должна попадать на какие-то бортики. Вот, например, здесь этот, как его называется, вот у меня есть на катере бортик. Соответственно, мне кнопку, если я поставлю сюда под бортик, в момент закрывания бортик может мешать мне нормально закрыть кнопку. Поэтому здесь уходим чуть вниз. Соответственно, ставим ее на бортик для того, чтобы, ну, не очень далеко у меня ушло, был не очень большой разброс по вертикали, по кнопкам. Но при этом, чтобы кнопка закрылась. То есть, всегда включаем башку для того, чтобы понять, где у вас будут кнопки. После этого берем маркер. Ну, вот, например, вот я поставил здесь кнопку. И, например, поставил вот здесь кнопку. То есть, и делаем разметку. Разметку делаем, соответственно, ну, можно, конечно, все вымереть этот по миллиметрам. Но обычно глазомер достаточно четкий инструмент. Тем более, все равно при приклеивании скотча вы здесь где-то чуть-чуть уйдете. Корпус лодки неровный. То есть, у вас все равно не получится сделать все это дело в идеале. Вот, поэтому здесь делаем так, чтобы это было нормально. То есть, нормально, красиво и практично. Вот. Дальше. Чтобы это, ну, вот визуально, когда вы поставите все кнопки, когда вы смотрите на корпус, у вас не бросалось в глаза, что, допустим, то есть, глаз это очень жесткий инструмент. То есть, глаз обычно видит то, что иногда приборы не видят. И этот момент надо всегда учитывать. Поэтому вы смотрите, когда, если вы визуально все ровненько, значит, все, вы попали хорошо. То есть, вот, берете маркер, рисуете маркером. После этого берете шуруповерт, берете сверло. Вот, для таких кнопок 3,2 мм, 3,3,2 мм. Ну, кнопки бывают разные по диаметру. Вот, конкретно эта четверка, соответственно, 3,2 мм край. Вот, для этих кнопок. Сверлим отверстие прямо по малярному скотчу, по точкам, по которым вы разметили. После этого убираем малярный скотч. И, соответственно, получаем очень аккуратненькие дырочки, без следов треснувшего гилькоута. Почему не надо и нельзя заворачивать кнопки непосредственно в сам корпус? То есть, они, по идее, саморезы. Но, если вы будете заворачивать кнопку в корпус, у вас вы получите паутину, вы получите трещину. То есть, гилькоут начнет распучиться. Вероятно, даже если вы завернете кнопку, то она, вероятнее всего, повредит гилькоут. А если вы будете заворачивать кнопку просто, то никаких повреждений гилькоута, соответственно, не будет. Теперь, выбор кнопок. Кнопки на катера ставятся специальные. Специальные кнопки, выполненные полностью из нержавейки. То есть, вы поэтому четко должны понимать, что вы ставите. Потому что, если вы поставите кнопку обычную, у вас получатся в конечном итоге ржавые разводы. Поэтому кнопки ставятся нержавеющие. Вообще, весь крепеж, который идет на катере, включая клепки. Потому что лобовое стекло на данном катере нужно кнопки клепать. То есть, не всегда они вот такого вида. То есть, бывают кнопки, которые идут под клепку. И заклепываются они заклепочником. Заклепочник лучше всего брать пневматический. Потому что он более грамотно вырвет кнопку, вырвет вот этот вот болт полностью из кнопки. То есть, он весь улетит. А если вы будете делать, допустим, обычным ручным заклепочником, то, вероятнее всего, может остаться бортик, который будет вам потом мешать. То есть, вот ситуация. Но можно заклепывать и обычным заклепочником. После этого берем обратно шуруповерт. После того, как вы всю эту операцию сделали. Ну, вот у меня уже все подготовлено. И все достаточно дальше просто. Вот. Все. Дальше. Дальше идет простая работа. Соответственно, если у вас есть какие-то фрагменты, какие-то элементы на корпусе. Вот, например, как здесь. То есть, соответственно, сразу я представляю, как у меня будет идти тент. То есть, у тента здесь будет изгиб. Соответственно, края изгиба мне нужно будет закрыть кнопкой. То есть, вот поэтому здесь я обыгрываю, вот что здесь обыгрываю, уже невзирая на расстояние между кнопочной. То есть, как получится. Вот. И все. И дальше ставлю кнопки, заворачиваю. Видите? Вот я заворачиваю кнопку. Кнопка заворачивается. Никаких повреждений, следов на гельковке нет. То есть, все получается ровненько и нарядно. Так, как это должно быть. Опять же, если вы заворачиваете кнопку, допустим, даже у вас нету сверла, и вы решили все-таки хрен с ними, с трещинками, хрен с ними, вот с этими вот моментами, всеми которыми со сколами на гельковке, вы решили, что вам на это наплевать. И вы будете делать прямо заворачивая саморезом. Вот. Здесь нужно учитывать следующий фактор. Если у вас кнопка провернется, стекломатия, нержавеющая, то вам потом ее, вы умрете ее вытаскивать. То есть, нержавейка, она очень вязкий металл. И соответствующим образом, когда вы будете ее вытаскивать, вы просто ее, у вас как только она у вас провернется, вот резьбовом, ну вот этой вот шляпке, все, после этого вам придется выпиливать и заниматься огромным количеством геморроя. А толщина корпуса всегда разная. То есть, вот допустим, на краях корпус толстый, здесь он, допустим, может быть потоньше, там и она плавает повсегда. Ну, если это не российская лодка, там вообще этот, все проще гораздо. А на нормальных катерах, то есть, это вот так. И дальше, соответственно, вот, я вам показываю. Заворачиваем под прямым углом, вот, заворачиваем под прямым углом, для того, чтобы у вас этот, как его называется, так же не ломать верхний слой гелькоута. Либо даже если у вас будет где-то какой-то маленький скольчик, чтобы он у вас уходил под кнопку. Потому что гелькоут это очень хрупкое соединение, и оно будет стремиться треснуть. То есть, если это все закроется кнопкой, то все хорошо. На герметик, в принципе, здесь кнопки обычно никто не ставит. Конечно, это можно делать. Вот. Для того, чтобы вообще обойтись без сколов при заворачивании кнопок, нужно по-хорошему тогда просверливать большим отверстием. Но просверливая большим отверстием, вы сталкиваетесь с такой ситуацией, что кнопки будут вылетать. То есть, кнопка просто может вылетать. А так она очень плотно завернута в стеклом от корпуса. И вода под нее, ну, можно забыть, что под нее будет пропадать вода. Потому что она, по сути, режет резьбу. Вот ее сейчас отвинтить. Это будет вот очень жесткое соединение. Видите, теперь следующий еще момент. Видите, у меня здесь идет угол лодки. Угол практически прямой. Соответствующим образом я ставлю тент. На эту кнопку ставлю с одного края. Ставлю ее по центру угла. Если лодка позволяет. Это не всегда лодки позволяют. И ставлю ее с другой стороны. То есть, обыгрываю угол. Здесь кнопок будет, соответственно, тоже больше. То есть, вот таким макаром. Таким макаром производится установка кнопок. Соответственно, если у вас лодка алюминиевая, то после того, как вы просверлили отверстие, берем специальные кнопки. Берем клепки, нержавейку 3,2 мм. И соответствующим образом ставим эти кнопки. Так что вот. Таким образом производится установка кнопок на катера. Если будет вопрос. Вопрос, как всегда, можно задавать на почту. Почту 1сеж23собакамил.ру Пишите, отвечу. А так, спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует.